Я приветствую тех, кто смотрит нас онлайн, зрителей. И сегодня мы будем говорить на одну очень важную тему. Сегодня мы будем говорить о пяти мифах о ученичестве. У нас этот месяц в Российской Церкви объявлен месяцем ученичества. Но другой вопрос, всегда ли мы понимаем, о чем мы говорим, всегда ли мы понимаем, что такое ученичество. Зачастую, когда я начинаю общаться с Церковью, об образовании, о знании, о движении ученичества в Господе, я слышу совершенно разные мнения о том, что такое ученичество и как вообще христианин должен относиться к своему внутреннему развитию. Вы знаете, друзья мои, наверное, в жизни каждого из нас есть люди, которые оказали на нас наибольшее влияние. Люди, которые оказали на нас наибольшее влияние. Вы можете вспомнить их, да. В моей жизни произошло так, что большее влияние на меня оказали учителя. В школе, в библейском институте, в университете. Оказали учителя. Вы знаете, когда я учился в школе, ну, мое отношение к учебе до определенного времени, наверное, можно было бы определить так. Я не был любопытным. Я сдавал экзамены, я пытался делать домашние задания, но ни одно из тех знаний, которые я получал, ни один из предметов меня не вдохновлял. Он не влиял на мою жизнь. И таким образом, знаете, в определенный момент сформировался огромный разрыв между тем, что я знаю, и между тем, что я хочу знать. Между тем, что я знаю, и между тем, что на меня влияет. И поэтому к учебе я стал относиться достаточно прохладно, серо, давайте скажем так. Ну, наверное, родители, вы понимаете, что я сейчас говорю, потому что к определенному времени многие дети, они теряют интерес к тем знаниям, которые они получают. И, наверное, в девятом классе в мою жизнь пришел учитель, мужчина. Это не был, ну, давайте скажем так, это не был сверхгениальный преподаватель, это не был сверхважный предмет, это был просто предмет географии. Но что меня удивило в этом учителе? Первое, что он сделал, он смог, он первый, первый, представляете, за 9 лет, он смог связать знания и практику. Знания и практику. И я, наконец, слушая его, я сказал, а-а-а, так вот, как это работает, так вот, как это влияет на мою жизнь, так вот, как это влияет на мои взаимоотношения с ближними. И тогда знания стали для меня интересны и легки. Знания стали объяснять мою практическую жизнь. И вы знаете, я так полюбил этот предмет, что за весь год у меня не было ни одной четверки, только пятерки. Почему? Потому что я увидел практическое применение знаний. Так этот учитель повлиял на меня. Второе, как этот учитель повлиял на меня. Вы знаете, он меня заметил. Как важно в жизни быть замеченным кем-то. Господом, а иногда нашим ближним. Когда ты в серой массе, когда ты не выделяешься оценками, талантами, очень тяжело быть мотивированным, стремиться вперед. Потому что вопрос, а для чего? Но этот учитель почему-то заметил меня. И он сказал, ты знаешь, у тебя есть прекрасный разум. У тебя есть прекрасная возможность учиться на отлично, если ты этого захочешь. И я сказал, да, я попробую. И вы знаете, я полюбил учебу. Я полюбил знания. И оставшиеся годы я любил то, чем я занимался. Сегодня я занимаюсь образованием. И это сослуга того учителя. Потому что он показал мне применение этих знаний. Вы знаете, второй учитель у меня был в библейском институте. Это был мой самый первый учитель. Сегодня это прекрасный педагог, он пишет книги. Но это был мой первый учитель, и это был первый предмет. Ну, представляете себе, я пришел только после школы. К знаниям было достаточно еще, знаете, такое, может быть, немножко прохладное отношение. Даже не к самим знаниям, а к процессу обучения. Я мог позволить себе что-то списать, мог позволить себе относиться небрежно к домашним заданиям в каких-то сферах. И это был первый важный предмет, история пятидесятнического движения. Но он был достаточно сложный. Еще преподаватель говорил с большим акцентом, он был американец. И в итоге, когда я сдавал последний тест, я списал. Но я честно говорю, я списал. Это был такой грех на мне. Преподаватель ничего мне не сказал. Но когда я получал оценку, он написал, я видел, что ты списывал. Я видел, что ты списывал. И ты знаешь, мне стало так стыдно перед Господом. Ты знаешь, этот преподаватель научил меня этике, этике ученичества. И он показал, что те знания, которые ты получаешь, они накладывают на тебя определенную моральную ответственность. Ты не можешь учить Библию, но при этом позволять себе подобного рода вещи. Он показал практическое значение этики этих знаний. И потом, когда мы общались с ним, он говорил, у меня нет желания ставить тебе двойку. Он поставил тройку. Но мне этого хватило. Потом больше я троек никогда не получал в библейском образовании. Да и в светском образовании. Вы знаете, он обратился ко мне и сказал, ты знаешь, я дам тебе маленький секрет. Нет, если ты хочешь, чтобы эти знания ложились в твое сердце, чтобы тебе было легче учиться, воспринимайте знания так. Однажды ты должен их передать. Учись так, для того, чтобы потом учить этим знаниям других. И я сказал, точно. Ведь когда-то Господь говорил ко мне, что Он хочет, чтобы я был христианским учителем. И ты знаешь, с тех пор я полюбил знания, и я никогда не списывал. Я сказал, а зачем? Потому что как можно списывать, ведь это знание, это такая интересная вещь, тем более библейские знания. Он связал знания с практикой, и Он показал, что истинное ученичество, оно всегда приводит тебя к тому, что ты становишься учителем для кого-то другого. Ты знаешь, когда-то Иисус, отправляя своих учеников, Он сказал, «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Он не сказал, заевангелизируйте народы. Он не сказал, проведите транскультуральную коммуникацию с ними. Он не сказал, познайте культуру этих народов. Он сказал, идите и делайте их учениками. Интересно, что слово «ученик», оно немного разнится в понимании того времени и в нашем. В нашем понимании ученик – это тот, кто сидит за партой и обязательно что-то пишет, ручкой сдает экзамены, получает какие-то оценки. В конце концов, его обучение что делает? Заканчивается. Он получает диплом библейской школы, института, глубоко вздыхает и говорит, да слава Богу, процесс закончен. В еврейском народе, в культуре Христа ученик значило немного другое. Ученик – это значило последователь. Иисус говорит, идите, а будьте последователями. Последователь – тот, кто идет по следам своего учителя. И второе, говорит Он, делайте последователей, тех, кто пойдет по твоим следам. Ты знаешь, почему сегодня ученичество так важно для церкви? Первое. Ученичество – это способ усвоения божественного откровения. Способ усвоения божественного откровения. Ты скажешь, что такое усвоение? Ты знаешь, усвоение не есть получение. Мы получаем откровение, когда? В своих личных взаимоотношениях с Иисусом Христом. Но ты знаешь, ты можешь быть, я приведу такой пример, прекрасным поваром, иметь прекрасные продукты и готовить прекрасный суп. Но помимо того, чтобы приготовить, надо еще и усвоить. Надо, чтобы эти продукты принесли тебе пользу. То же самое, когда мы говорим об откровении. Многие люди имеют откровение. Но у многих же, к сожалению, и я, наверное, первый в этом списке, откровение очень часто не доходит до практического применения. Мы имеем откровение о нашем призвании. Мы имеем откровение о воспитании детей от Господа. Личное откровение. Мы имеем откровение о работе. Мы имеем откровение о семейной жизни. но почему-то это откровение так и не воплощается, оставаясь на уровне интеллектуальных убеждений. Почему? Потому что откровение надо не только получить, его надо еще и усвоить, сделать частью твоей жизни. А это в церкви происходит только через ученичество. Господь дает тебе возможность, Господь дает церкви инструмент преображения личности, преображения характера, преображения духа. И это инструмент ученичества. Второй момент, почему Господь говорит об ученичестве. Ученичество это тот цемент, который соединяет здание церкви. Понимаешь, что нас объединяет сегодня? Мы все являемся последователями Христа, и мы все следуем порой друг за другом, становимся учениками. И это объединяет нас. Ты знаешь, опять же, мне не хочется говорить сегодня о каких-то негативных примерах, но без этого нельзя. Есть люди, которые в церкви так себя и не находят. Они становятся знатоками церковных традиций. Они знают на пересчет имена проповедников. Они могут за проповедником проповедь его повторить. Но они так и не вошли в церковное здание. Им скучно в церкви. Они ищут каких-то около церковных сообществ. И они не ощущают себя. Они ощущают себя одинокими в царстве Божьем. Они ощущают себя одинокими в церкви. И они это списывают на разные вещи. Кто-то говорит, ну, меня не заметили. На меня не посмотрели, меня не полюбили, мне не послужили. Но другой вопрос, а вошел ли ты в процесс ученичества? Или ты остановился на процессе просто интеллектуального познания? Ученичество соединяет церковь. И все дары, которые Господь дает церкви, это дары ученичества. Апостол, пророк, евангелист, учитель. Пастор. Это дары, направленные на ученичество. Вы зададите мне вопрос, так, а все-таки, а что, Антон, ты имеешь в виду, сегодня употребляя слово ученичество? Позволите мне опять назвать цифру. Три аспекта. Три столпа того, что есть ученичество. Потому что нельзя говорить о мифах до тех пор, пока мы не поймем, а что такое ученичество. Три столпа ученичества в церкви. Самый первый столб. Это познание. Ученичество всегда связано с познанием. С получением новой информации. И я скажу даже по-другому. Не просто с новой информацией. А с правильным состоянием сердца. С интересом к новой информации. Со смирением к тем знаниям, которые тебе дает Господь. Знаешь, я тебе скажу так. Христианин, это человек любопытный. Любопытный. Ему интересно все, что касается его Господа. Ему интересна история церкви. Ему интересна Библия. Ему интересно знания. Ему интересно учение о духовных дарах. Он постоянно, постоянно учится. Ты скажешь, а на каком основании, Антон Иванович, ты сегодня об этом говоришь? Ты знаешь, у меня есть прекрасный пример. Это Иисус Христос. Что мы читаем об Иисусе? Он учился. Он также ходил в школу. Он также учился у раввинов. Он также познавал священное писание. Он учился и у Отца. Иисус Христос получал знания. И истинное ученичество, это всегда учеба. Ученичество, это учеба. Это состояние постоянного студента в Господе. Это состояние постоянной жажды. Посмотрите на апостолов. Кто-то говорит, апостолы были люди не книжными. Это неправда. Апостолы учились. Апостолы познавали. И апостолы излагали это в писаниях. Моисей, Давид, это все были люди, истинные ученики. Потому что они всегда жаждали познаний в Господе. Ну, это достаточно понятно. Второй аспект. Второй аспект ученичества. Второй столб ученичества. Это подражание или взаимоотношение с учителем. Как раньше строилось ученичество? Там не было классов. Когда люди, когда ранние христиане называли себя, они называли себя учениками Христа. Почему? Потому что они следовали за Иисусом Христом. Обучение было простое. Был учитель. И учитель что делал? Он жил вместе со своими учениками. Он путешествовал вместе с ними. И в процессе жизни он учил своих учеников. А что делали ученики? Они видели учителя и подражали ему. Ученичество это всегда подражание. Всегда подражание. Помните, как говорил Иисус Христос? Давайте мы будем обращать внимание на Него. И Иисус сказал, Я делаю то, что делает, как написано, Мой Отец. И когда ученики приходили к Нему и говорили, Учитель, покажи нам Отца. Иисус говорил, подождите, вот Я. Я подражаю Отцу. Вы видите, Отца во Мне. Господь заложил механизм подражания, как механизм научения. Ты знаешь, можно иметь много знаний, но не научиться подражать. Так и не пойти за тем учителем, которого тебе дает Господь. И ты скажешь мне, подожди, мы все подражаем Иисусу Христу. Очень интересная мысль. Мы все как бы получаем откровение об Иисусе Христе. Да, мы все ученики Иисуса Христа. Но когда я говорю о подражании сегодня, сегодня я говорю о наших взаимоотношениях. Подражание ученичества является невидимое через видимое отношение Учителя. Ты знаешь, Учитель в Ветхом Завете, в Новом Завете, во Христе, он не сидел за партой, не давал лекции. Учитель вообще практически не был связан со знаниями. Тогда вы скажете, а зачем был нужен Учитель? А Учитель показывал пример, как эти знания применить в практической жизни. Он показывал, он являл собой пример, как это откровение можно воплотить. Когда ученики, когда Иисус увидел своих апостолов, первый раз и говорит, пойдемте за мной в Евангелие Иоанна. Они приходят к Иисусу Христу и говорят, Рави, какой вопрос они ему задали? Рави, таблицу умножения нам повтори. Рави, космологию нам расскажи. Антологию и эпистемиологию. Кто философию знает, тот поймет шутку. Что они сказали? Они сказали, Рави, где ты живешь? Давайте по-другому. Рави, как ты живешь? И Иисус ведет их домой и живет с ними. Они смотрят, как учитель кушает. Чавкает или кушает аккуратно. Как учитель убирается дома. Как учитель разговаривает со своей мамой, со своими детьми. Им не нужны были знания. Они имели знания. Им важно было видеть Рави, как живешь. Вот оно истинное ученичество. Вот оно подражание. Оно не в знаниях. Оно в практическом применении. И ты знаешь, когда мы говорим о подражании, здесь не идет речь о подражании чему-то невидимому. Есть люди, которые говорят, Я подражаю только Иисусу Христу. Послушай, подражать можно тому, что ты видишь. Тому, кого ты видишь. И поэтому, когда ученики говорили, Покажи нам невидимого Отца. Христос сказал, Вот я, мне подражайте. Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Иисусу Христу. Павел не переносит нас к какому-то невидимому идеалу. И ты знаешь, когда человек говорит, Я подражаю только Христу. Никого в церкви не уважаю. Проповедника не уважаю. Лидеров у меня нету. Никуда не хожу. Но я подражаю Христу. Ты знаешь, у меня очень большой вопрос. Я задал себе вопрос, да, когда иногда люди говорят, Как бы Христос поступил на моем месте? И сам себе ответил. От имени Иисуса Христа. И когда люди подражают невидимому, на самом деле они подражают самому себе. Так ведь церковь? Они подражают самому себе. И многие люди не хотят входить в подражание, просто потому, что им удобно оставаться так, как они есть. И когда Павел говорит, подражайте мне, он говорит, у вас всегда есть практический пример для подражания. Задай себе вопрос. Если ты ученик, у тебя должен быть живой пример для подражания. Я не говорю сегодня о гуруизме. Знаете, как вот есть такое, да, учение гуруизма. Где гуру это царь и бог. Нет. Я говорю сегодня о примерах, живых примерах того, как слово Божие применяется в жизни. Найди, кому подражать. Это не всегда человек, обладающий знаниями. Это не всегда человек, обладающий какими-то высокими качествами, как мы думаем. Есть одно качество людей, которым мы должны подражать. Это верность. Верность и стабильность в Господе. А таких людей в церкви у нас огромное количество. Подражай тем, кто многие годы пронес знамя веры. У нас есть такие в церкви, которые прошли через все. Им подражай. Спроси у них, почему так произошло. Подражай людям, которые проходят сегодня испытания, но остаются в церкви. Проходят через страшные болезни, проходят через безденежье, проходят через тяжелые моменты, но они находят через смерть, но находятся в церкви. Подойди и скажи, брат, что есть в тебе? Как слово Божье так тебя подымает? Поймись, сегодня людям важен пример для подражания. Ученичество и важен пример. Знания не будут живыми, пока ты не начнешь их применять. Пока ты не увидишь, как они применяются. Этот инструмент дал Господь. И третий момент, очень важный. Ученичество. Это способность делать учеников. Это способность те знания и практику, которую ты получил, воплотить в новых последователях. Можно я скажу даже по-другому? Это цель церкви. Не просто бросать трактаты, не просто свидетельствовать. Это нужно делать, и этого никогда нельзя упускать. Но творить новых учеников в Иисусе Христе. Кто идет за тобой сегодня? Кто находится в твоем доме и говорит, Рави, как ты живешь? А может быть, ты уже так свою жизнь спрятал, что ты боишься доверять другим людям? Новое рождение – это доверие. Рождение не бывает без боли. Люди, которые идут за тобой, ты должен научиться им доверять. И я тебе даже скажу немножко по-другому. Бог будет оценивать эффективность тебя по твоему ученичеству и по твоим последователям, которые идут за тобой, для которых ты стал примером для подражания. Ты знаешь, Библия говорит, да? Узнаете по плоду их, по плоду их, по плодам. Ты знаешь, плодом пастора будут другие пасторы. Плодом музыканта будут другие музыканты. Плодом учителя будут другие учители. Плодом ученика будут новые ученики. Ты знаешь, сегодня миру нужен пример для подражания. Такой, как ты, не с твоими великими знаниями, а с твоим большим и глубоким сердцем. С твоей верностью и стабильностью в Господе. Люди, которые смогут не просто слышать слово. Сегодня информации множество. В чем сегодня проблема? Люди задают, а как эта информация практически применяется? Как я могу, зная о Боге, жить, как мне заповедал Господь? И это ученичество, эту часть ученичества Господь возлагает на тебя, чтобы однажды, как Павел мог сказать, подражайте мне, как я подражаю Христу. А по-другому ученичество не будет. По-другому ученичество не завершится. Три, сказали, столпа ученичества. Знания, подражание учителю и делать новых учеников. Обучение новых учеников самому становится предметом для подражания, объектом для делания новых учеников. Ну а теперь, дорогие мои, давайте перейдем к мифам, которые бытуют сегодня в церкви о ученичестве. Давайте посмотрим несколько мест писания. Я обращаюсь к нашим телезрителям. Полную проповедь вы сможете увидеть, присоединившись к нашему каналу на YouTube. А сейчас мы начнем. Итак, первое, о чем мы с вами посмотрим, это 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. 2 глава, 27 стих. И написано так, даже с 26-го. «Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том и прибывайте. Первый миф – христианину образование и ученичество не нужно. И многие люди говорили мне, в нас есть помазание, помазание от Святого Духа. Зачем мне идти в библейскую школу? Зачем мне читать Священное Писание? Зачем мне толковать Священное Писание? Зачем мне учиться? Во мне есть помазание, которое подскажет, которое научит, которое что-то произведет во мне. Зачем мне нужны учителя? Это часто связано с определенным высокомерием к учителям. Зачем мне нужны проповедники? Первый миф – христианину не нужны знания. Христианину не нужно учиться. Вы знаете, давайте посмотрим на контекст. Вот мы сразу, да, я вам озвучиваю миф, достаточно распространенный. И мы сразу говорим о толковании, правильном толковании этого места Писания. О чем здесь говорит апостол Иоанн? Вообще, контекст первого послания Иоанна, он следующий. Апостол Иоанн пишет против еретиков. Еретики зашли в церковь, еретические учителя, которые стали учить превратно об Иисусе Христе. Искажать природу Иисуса. Ведь вера в Иисуса – это и есть основа нашего спасения. Они стали искажать природу Иисуса, и многие пошли за ними, за подобного рода учителями. И апостол Иоанн пишет об обольщающих церковь. И он говорит, вы имеете помазание для того, чтобы иметь иммунитет, якорь, против подобного рода лжеучений. Что такое помазание? Я слышал два толкования, и я их повторю. Толкование номер один. Помазание – это святой дух, который обитает в нас, и который дает нам чувствование истины и ложности. Заметьте, не новые знания, не новые откровения, а понимание истинности и ложности, как внутренний компас. И второе, помазание – это учение апостолов, которые первая церковь получила из уст самих свидетелей Иисуса Христа. Ведь раньше апостол Иоанн говорит, мы пришли к вам, как живые свидетели Иисуса. Мы его видели, мы его слышали, мы с ним общались. Вот пусть то помазание, которое вы получили от нас, те знания, они станут для вас мерилом истинности и ложности. Пусть ваше первое учение, первая основа станет мерилом истинности и ложности. Здесь апостол Иоанн не говорит о получении знаний как таковых. Апостол Иоанн не говорит о познании. Он говорит о внутреннем чувствовании христианина. Ты знаешь, я долго задавал себе вопрос, а Евангелие Иоанна говорит так, Дух Святой придет и наставит вас на всякую истину. И я задавал себе вопрос, Господи, а что значит наставит на всякую истину? Как Дух Святой будет учить нас? И многие люди представляют учение от Духа Святого так. Они садятся дома, книжки пылятся на полке, Библия пылится на полке. Они садятся дома, духовные антенны настроили и говорят, Дух Святой. Иногда студенты говорят перед экзаменом, верующие. Дух Святой, научи меня, напомни и наставь меня. Там история церкви, богословие, философия. Наставь меня. Вопрос в том, что Дух Святой, что делает, как Он учит нас? Он напоминает нам то, что уже в нас есть. А если ничего нет, то и напоминать нечего. А у Него не цель давать новые знания. У Него не цель давать откровения, которых нет в Священном Писании. Его цель напомнить нам учение Иисуса Христа. И поэтому мы называем Духа Святого Учителем. Но чтобы Он тебе напомнил, тебе надо что-то узнать. Чтобы Он построил здание, тебе надо привезти кирпичики сюда. Тебе надо, ну как минимум, сходить в библиейскую школу, Библию немножечко знать. И когда ты столкнешься с кризисной ситуацией, Дух Святой напомнит тебе, как поступить, чтобы тебя не унесло в сторону всякими прощелыгами и ложными проповедниками. Чтобы тебя не увело в сторону ложными учениями. То есть знания не нужны. Помазание будет вдохновлять и строить из наших существующих знаний. Поэтому, дорогая церковь, ищите возможности познать Господа. Читайте, пусть книги не пылятся на ваших полках. Занимайтесь, учите, развивайте свое ученичество. Ибо вам просто не будет возможности передать что-то другим, если вы сами ничего не знаете. Итак, первый миф. Христианину не нужно учиться. Это не так. Вы знаете, друзья мои, я сейчас расскажу еще об одном последствии этого мифа. Как только человек отвергает знания, первое, что с ним происходит, он становится зависимым от людей, которые знают немножечко больше его. Он становится очень легким объектом для манипуляции. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам на канале YouTube. А мы продолжаем с вами. Итак, он становится легким объектом для манипуляции. Что и показывает нам первое послание Иоанна. Знаешь, что происходит с человеком, который отвергает знания? Или давайте скажем так, знания не ставят в ценность. Сегодня у нас много знаний. Сегодня, знаете, как река у нас вот здесь проходит. Множество знаний. Если ты скажешь, что я ничего не хочу знать, я тебе не поверю. Все же YouTube смотришь, что-то по телевизору услышал, сплетню какую-то обсудил, газету услышал. Ну, по крайней мере, знаешь, да, что происходит в городе Омске сегодня. Ты получаешь знания. Но немножко знания не... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok